Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал о маркетсе, оставлять ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки. Друзья, по прошествии выходных мы снова вынуждены констатировать, что на финансовых рынках остается несколько ключевых тем, которые мы обязаны обсуждать. Пока не будут закрыты все вопросы по коронавирусу, по президентским выборам и по новым стимулам, дальше мы не двинемся. Но в то же время это настолько насыщенный и серьезный фон, что скучать нам точно не придется, потому что все эти события провоцируют мощную волатильность. И в этой волатильности мы как раз и стараемся найти больше признаков тех трендов и тенденций, которые нам необходимы. Напоминаю, что в сухом остатке основная идея, которая транслируется лично мной, это идея слабости американской валюты. Из-за того, что я почти не сомневаюсь, что новые меры экономического стимулирования будут приняты. Причем, неважно, до президентских выборов либо после, очевидно то, что эти деньги, триллионы долларов поступят в американскую финансовую систему, потому что того требует текущая экономическая составляющая. И сам факт крайне негативного влияния пандемии, последствий коронавируса, который приводит к ухудшению макроэкономических показателей, снижению потребительской активности и в целом негативно сказывается на темпах экономического роста. Поэтому, друзья, на этой неделе мы с вами продолжим следить за статистикой, которую я рекомендую просматривать в статистике исследовательского центра Джона Хопкинса, отдельно по регионам, которые вас интересуют. Но вот по штатам, к сожалению, цифры страшные. За минувшие выходные количество заболевших за день держится в районе 60 тысяч. Это пиковые максимальные значения за последние три месяца. Что касается выборов, то на этой неделе в 4 утра по московскому времени в пятницу пройдут дебаты между Байденом и Трампом. Я вас по мере, опять же, этой неделе подготовлю к тому, в принципе, что мы сможем услышать от первого и от второго политика. Но на долгосрочные ожидания хочу лишь повторить, друзья, то, что я все-таки склоняюсь. И даже несмотря на то, что общественные настроения сейчас указывают на то, что у Джо Байдена есть куда больше шансов одержать победу на американских выборах, я думаю, что 2020 год своим закрытием также будет удивительным, как, собственно, и весь. И вполне возможно, что Трамп сможет обойти своего политического оппонента. Очень многое как раз будет зависеть от того, как сложится общественное настроение после предстоящих дебатов. Но думаю, что столько времени было на подготовку у Трампа, ведь все прошлое отменили. И фактически, наверное, что-то должна была его пиар-команда найти, что он сможет использовать именно в этом своем публичном выступлении. И сможет все-таки сместить фокус внимание на свою кандидатуру и повысить собственную популярность. Что касается новых экономических стимулов, друзья, то мы по-прежнему следим за тем, как Трамп давит на Конгресс относительно того, что нужно принять хоть какой-то фонд финансовой помощи. Не забывайте то, что Митч МакКоннелл, который является лидером в Сенате, на прошлой неделе заявлял, что в ходе текущих 5 дней Конгресс может рассмотреть возможность частичного проекта на 500 миллиардов, которые будут направлены на помощь безработным авиакомпаниям и ряду предприятий. Если все-таки положительное решение будет принято по новым стимулам, то даже 500 миллиардов будет достаточно, чтобы снова у нас появился локальный хороший триггер для слабости американского доллара и роста фондового рынка. Поэтому не теряйте бдительность, все может случиться очень быстро. Самое главное, примите для себя то решение, которое вам кажется фундаментально оправданным. Если вы согласны с моей точки зрения, то нужно ставить на снижение курса американского доллара. Нефть 4278 сегодня пройдет встреча технического комитета ОПЕК. Это встреча формальная, скажем так, на ней не принимаются каких-то судьбоносных решений. Просто обсуждается конкретная ситуация с рынком нефти, балансом спроса и предложения. Формируются рекомендации, которые впоследствии уже будут рассматриваться на министерском уровне. Важная встреча пройдет только 30 ноября. Но в то же время, друзья, я напоминаю то, что на прошлой неделе страны ОПЕК через Саудовскую Аравию и Россию дали нам уже понять, что на предстоящей встрече, скорее всего, примут решение не изменять текущие квоты по добыче. С 1 января, в соответствии с текущими договоренностями ОПЕК+, страны ОПЕК могли сократить, точнее, увеличить долю по сокращению добычи, точнее, снизить долю, простите, друзья, с 7,7 до 5,8 миллиона. Но полагаю то, что из-за негативного влияния пандемии это решение будет отложено на более поздний период. Поэтому ОПЕК+, будет выступать той самой организацией, которая поддержит баланс на рынке углеводородов и не позволит ценам очень сильно просесть. Я пока что еще отрабатываю длинную позицию, поскольку верю в локальную слабость доллара. Ранее отчет по запасам также поддержал покупателей, запасы нефти в США снизились. Ближайшая цель, по моим субъективным предположениям и ожиданиям, это тест сентябрьских максимумов на отметке 43.55. Но будет совсем круто, если удастся все-таки, прежде чем мы пойдем ниже, добраться до 45 долларов за баррель. Что касается индекса доллара, здесь, как я уже отметил, новые меры экономического стимулирования. Все это ставка в пользу снижения курса американского доллара. Золото 1900, хорошая отправная точка для среднедолгосрочных покупок. Для тех из вас, кто ранее, друзья, не принимал решение, заходите в золото на такой промежуток времени, рекомендую сделать это. Евро против доллара 1.17.05, ставка в лонг также сохраняется. Фунт против доллара 1.29.28. После саммита, на котором обсуждались перспективы Брекзита, можно точно сказать, что соглашения нет. И последний комментарий Джонсона, что если переговорщик АТС Мишель Бронье хочет на этой неделе посетить Лондон, ему нужно сделать это только в том случае, если ЕС есть, что предложить Англии. В противном случае эта встреча не будет иметь никакого смысла. И Джонсон, друзья, в пятницу дал четко нам понять, что Англия уже начала готовиться к жесткому Брекзиту. Имейте в виду, если торгуете фунтом, британская валюта может очень резко обвалиться. Многие инвестбанки рекомендуют своим клиентам ставить на снижение пары фунт-доллар в район отметки 1.25-1.26 в перспективе ближайших нескольких недель. Я рекомендую вам все-таки от трейдинга воздержаться по фунту, потому что очень уж волатильная пара в последние дни. Доу Джонс 28574 пункта. Ждем, собственно, теста сопротивления 29000 и все пока что к этому идет. Доу очень хорошо начал текущий день. И биткоин 11440. Очень много статей я видел в последние дни про перспективу биткоина. Цели там, в принципе, следующие совпадают с моими. 12,5 и выше. И многие считают, что ниже 10 тысяч биткоин уже никогда не опустится. Друзья, на этом, собственно, все. Всем хорошей недели и до скорой встречи. Пока.